Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о послании святого апостола Павла к эфесянам. И сегодня мы беседуем о первой главе. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Апостол начинает, как это принято было при написании писем в древности, с того, что представляется сам, и указывает адресаты. Павел, волею Божию апостола, то есть посланник, чрезвычайный полномочный посол, можно сказать, Иисуса Христа, всем святым и верным во Христе Иисусе, находящимся в эфесе. Кто такие эти святые и верные? Речь идет о всех христианах. В наше время слово «святой» означает не просто христианин, а христианин, который прославлен церковью, который нам предлагается как образец христианской жизни, к которому мы обращаемся в молитвах. Но Библия использует это же слово немножко иначе. Святой — это любой христианин в том смысле, что он отделен для Бога. Он как святые сосуды, это которые используются при богослужении, их нельзя использовать, например, на Перу. И святой человек — это человек, отделенный для Бога. Это не значит, что он достиг нравственного совершенства, но это значит, что он отделен для Бога. И в этом отношении мы все отделены для Бога. И апостол обращается в этом послании к нам всем. Важно понимать, что это адресовано не каким-то другим людям, которые когда-то там жили, когда-то в древности, где-то в другой стране. Оно обращено также и к нам. И мы должны читать его, как обращенное к нам. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И далее апостолы продолжают. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, богословивший нас во Христе всяким духовным богословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по боговолению воли Своей, в похвалу славы богодати Своей, которую Он обогадатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов по богатству богодати Его, каково Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему боговолению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. Апостол провозглашает это богословение, и мы видим, как он преподает догматическое учение, но преподает его именно в форме молитвы. То есть, он не просто излагает по параграфам учение о Боге, он возносит молитву, и в этой молитве он провозглашает определенное богословие. Это полагает основание той традиции в церкви, которая формулируется словами, закон веры – это закон молитвы. В церкви вся ее молитвенная практика, она никоим образом не является случайной, она отражает догматическую веру в церкви, и церковь провозглашает свое богословие, молясь на каждой литургии. И вот что говорит апостол. Богословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, богословивший нас во Христе всяким духовным богословением в небесах. Слово «духовный» в современном слове употребления, оно звучит очень бледно. «Дух» – это что-то такое вроде струки пары из чайника, это что-то менее реальное, менее плотное. Это как иногда рисуют на картинках. «Дух» – он такой, знаете, как привидение в простыне. На самом деле, духовная реальность, она более плотная, она более реальная, она более настоящая, она более превосходная, чем та материальная реальность, которую мы непосредственно воспринимаем. И для Библии, для апостола, для церкви, духовная – это то, что обладает более подлинным существованием. Это не что-то, ни в коем случае, такое газообразное. «Так как он избрал нас в нем во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе». Здесь апостол затрагивает тему предопределения, которые иногда людей, которые, поскольку все мы склонны по нашему падшему сердцу не доверять Богу, вызывают какой-то испуг слова предопределения, что вот люди это понимают в том смысле, что Бог вот кого предопределил, тот не отвертится уже. Кому на роду написано, тому уже бесполезно рыпаться. На самом деле, о чем идет речь? О том, что замысел о нашем спасении исходит от Бога. Что Бог является спасителем, не мы сами свои спасители. Бог спланировал наше спасение еще прежде создания мира. Причем это спасение относится не просто к человечеству в целом. Не просто Бог замыслил, как он будет спасать человечество в целом, а Бог замыслил спасение конкретных людей, конкретно меня, конкретно вас. Бог устроил все обстоятельства моей и вашей жизни так, чтобы мы с вами пришли к покаянию вере и обрели вечное спасение. Бог продолжает заботиться о нас, устрояя все так, чтобы вести нас к спасению. В этом осуществляется его план и его замысел. С какой целью он нас избрал? Чтобы мы были святы и непорочно пред ним в любви. То есть цель избрания, она разворачивается в том, что Бог меняет человека изнутри. То есть если христиане предопределены к спасению, это так, то это ни в коем случае не значит, что человек может жить как ему угодно, там жить в грехе и говорить, ну вот Бог меня предопределил к спасению, в Библии написано. Конечно же, это будет большая глупость, потому что то, что Бог предопределил человека к спасению, проявляется в том, что Бог ведет его к святости и непорочности в любви. Что жизнь человека меняется богодатью Божией в этом направлении. Если не меняется, то, увы, у человека нет никаких оснований говорить, что он куда-либо предопределен. И далее апостол пишет, в похвалу славы богодати своей, которую он обогодаствовал нас возлюбленным. Значит, в похвалу славы богодати. Это значит, что в этом, в нашем спасении, в том, как меняется наша жизнь под действием богодати Божией, в этом будет прославляем Бог, а не мы, конечно. Бог прославляет себя в своих святых. Бог прославляет себя в жизни христиан. Апостол постоянно это повторяет, что мы в Иисусе Христе имеем искупление и прощение наших грехов. Библия очень серьезно относится к греху. Грех это очень серьезно, ни в коем случае не какая-то мелочь. Грех настолько тяжек, настолько ужасен, настолько серьезен, что для его искупления понадобилась крестная смерть спасителя. Но эта крестная смерть достигла своей цели. Мы, поскольку мы пребываем во Христе через веру, мы имеем искупление и прощение грехов. Все то, что люди наворотили в своей прежней жизни, все это прощено. Этого больше нет. Как говорит пророк Исаия, «И сглажу грехи твои, как туманы беззакония твои, как облака, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Важно об этом помнить, потому что так бывает, что люди, уже обратившись к Богу, тяжело терзаются из-за своих прошлых грехов, не знают, прощены ли им эти грехи. И что же, если они эти грехи исповедовали пред Богом? Если они пребывают в вере во Христа, они, несомненно, прощены, как нам об этом свидетельствует апостол. «Открыв нам тайну своей воли по своему боговолению, которую он прежде положил в нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Иисус Христос есть глава мироздания. Замысл Бога состоит в том, чтобы поставить Иисуса Христа главой над всем. Он есть Царь, Он есть Владыка Вселенной. И далее апостол говорит, «В нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, богоествование вашего спасения и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Апостол говорит, «Мы сделались наследниками». Почему? Как мы сделались наследниками Царства Божьего? Потому что мы работали, трудились, старались и вообще молодцы. Нет, апостол говорит не об этом. Он говорит, что мы сделались таковыми по определению, совершающего все по изволению воли своей. Бог решил нас сделать наследниками. Мы этого не заслуживали, не могли заслужить, мы не могли набиться к Нему в наследники, мы не могли абсолютно ничего для этого сделать, но Бог, актом чистой благодати, актом чистой милости, сделал нас наследниками. Это Его воля, это Его владычественное такое решение. И мы, услышав слово истины, богоествование нашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Что значит быть запечатлены? Ну вот, раньше люди ставили на товарах определенный знак, что это принадлежит такому-то купцу и чтобы, значит, не воровали. Или есть современная такая реальность, как товарный знак, который ставится на тех или иных товарах. Знак того, что они принадлежат тому или иному производителю. Или знак, который ставится, например, недавно я смотрел фильм про саамов, это оленеводы, и они на оленях ставят, соответственно, знаки, какой семье саамской теле иные олени принадлежат. И мы запечатлены, потому что мы куплены, мы приобретены кровью Иисуса Христа и мы принадлежим Ему. На нас стоит печать Святого Духа и в таинстве крещения эта печать ставится, и мы знаем, что мы теперь принадлежим Иисусу Христу, мы Его собственность. И вот это важно помнить, потому что человек, особенно в современном обществе, это принято настаивать на своей личной автономии. Я сам себе голова, сам себе хозяин, буду сам за себя решать. Ну, христианин так не говорит, потому что христианин имеет головой Иисуса Христа. И его решения должны быть основаны на послушании Иисусу Христу. Мы принадлежим, у нас есть владыка, мы Ему повинуемся, это Иисус Христос. И апостол опять-таки говорит, чтобы послужить к похвале славы Его нам, жизнь христианина должна прославлять Иисуса Христа. Чтобы, взирая на богочестивого христианина, люди прославляли Иисуса Христа. Иисуса Христа христианин должен быть иконой, образом Иисуса Христа. Как мы видим это в святых, что святые люди – это люди, отражающие для нас свет Христов. Это люди, глядя на которых, люди обретают веру во Христа, потому что и видят свет Христа на этих лицах. И далее апостол говорит, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих подействует державной силой Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесну из себя на небесах, превышав всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, поставив Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Апостол, услышав о вере во Христе Иисуса и о любви ко всем святым, опять-таки, в данном случае любовь ко всем святым имеется в виду любовь ко всем христианам, любовь ко всем членам Церкви. «Непрестанно благодарю за вас Бога, поминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, отец славы, дал вам духа, премудрость и откровение к познанию Его». То есть, конечно, мы все молимся, и апостол тоже молится о наших житейских нуждах. Это хорошо, правильно, в этом нет ничего плохого. Мы можем и должны притекать к Богу с нашими житейскими нуждами, с просьбами о работе, о болезнях, о подобных вещах. Это совершенно нормально, в этом нет ничего неправильного. Но мы видим здесь, как апостол прежде всего молится о том, чтобы Бог дал духа, премудрость и откровение к познанию Его, чтобы мы познавали Бога. В Библии слово «познавать» значит не просто приобретать информацию, это значит знать лично, примерно так же, как знают друг друга члены семьи или старые друзья. Мы знаем, что люди, которые долгое время тесно общаются, это особенно про детей можно сказать, они несут на себя отпечаток тех людей, с которыми они общаются. Мы знаем, что они начинают говорить так, как принято в их круге общение, иметь такие же мнения, делать такие же оценки, как принято в круге их общения, и таким образом познавать тех, с кем они общаются, начинать отражать их. И мы также должны подражать Богу и возрастать в познании Его. И просвети очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Бог по молитве Павла призван просветить очи сердца вашего, чтобы люди познали духовную реальность. Духовная реальность, я еще раз это подчеркну, не значит газообразная. Это значит намного более реальная, подлинная, живая реальность, которая существует и которую мы не видим часто из-за нашего греха, из-за нашей помраченности. И чтобы мы знали и понимали, и действовали, исходя из этой духовной реальности. Чтобы мы знали, кто мы такие, какова наша идентичность, если использовать современный термин. Люди огромное значение придают своей идентичности, там, национальной, партийной. Люди очень сражаются за свою принадлежность к национальности или к партии, или к еще какой-то группе, потому что человек нуждается в идентичности, человек нуждается в осознании, кто он такой, каково его место в мироздании, каковы его обязанности, каковы его отношения с другими. И апостол говорит, вот у нас есть идентичность, мы христиане, мы принадлежим Иисусу Христу. «И как безмерное величие могущества его в нас, верующих подействует державной силой его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесной себя на небесах. Святой Дух, который ведет христиан и наставляет их праведной и богочестивой жизни, это тот самый Святой Дух, который воскресил Господа Иисуса из мертвых». Христианство – это не набор убеждений, это не система воззрений, хотя система воззрений в христианстве присутствует, конечно. А христианство – это новая сверхъестественная жизнь, это сверхъестественное вторжение Святого Духа в человеческую реальность. И мы веруем по могуществу державной силы его. То есть мы веруем не потому, что нас сагитировали, мы веруем не потому, что нам это показалось привлекательным, мы веруем потому, что Бог совершил у нас эту веру. И это то, что Священное Писание постоянно подчеркивает. Бог является центром, источником, причиной и целью нашего спасения. Это не что-то такое, что мы сами себе придумываем или сами в себе вызываем. Вера – это сверхъестественное действие Бога в нас. Бог делает нас верующими. И далее апостол говорит о воскрешенном Христе. «Бог посадил его одесной себя на небесах превыше всякого начальства и власти и силы господства». То есть, кто такие эти начальства власти и силы господства? Это могущественные духовные существа, наличие которых признается практически во всех культурах, и которым ефесяне, как вообще люди античного мира, могли иметь соблазн поклоняться. Потому что речь идет о каких-то могущественных действительно духовных существах. И апостол говорит, нет, вы призваны поклоняться Иисусу Христу, который превыше всех этих духовных существ. Которые абсолютно находятся над ними. Постоянно возникают соблазны выстроить себе какую-то такую гностическую картину мира. Ну вот из относительно недавних, можно вспомнить книгу Даниила Андреева «Роза мира», которая популярна в определенных кругах. И там Христос выведен как планетарный логос. Как один из вот этих престолов, начальств и властей. И апостол отвергает эту точку зрения, которую люди постоянно склонны сползать. Он говорит, нет, Христос превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. То есть имя Иисуса Христа превыше всякого имени. То есть это имя Божие. Естественно, имя превыше всякого имени – это имя Божие. Я вот какое-то время назад, не знаю, сейчас они встречаются или нет, но вот я встречался в своем районе с свидетелями Еговы, которые постоянно приступали ко мне с вопросом, а знаете ли вы имя Бога? Я говорю, конечно, я знаю. Имя Бога Иисус. Потому что в Библии сказано вот прямым текстом, что превыше всякого имени, имя Иисуса. И мы можем найти, например, как в деяниях апостольских апостолы говорят, нет другого имени под солнцем, которым нам надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Или известный стих, который повторяется в Библии три раза у пророка Яиля в деяниях и в послании к римлянам «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И мы видим, что в Ветхом Завете это, конечно, имя Божие, собственно. В Новом Завете всякий, кто призовет имя Господне, спасется, относится к имени Иисуса Христа. То есть это именно имя Иисуса Христа поставлено выше всех имен. Именно имя Иисуса Христа нужно призывать для того, чтобы обрести спасение. И здесь мы видим, как Библия еще раз провозглашает Божество Христа, что вообще-то апостолы и евангелисты делают постоянно. «Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главой церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Для апостола Павла, для вообще всего Нового Завета очень важно понятие церкви. Это важно подчеркивать, потому что в наши дни, ну, собственно, это началось не в наши, люди иногда разделяют, что вот есть Иисус, к которому я хорошо отношусь, есть церковь, к которой я отношусь не так хорошо. «Зачем я буду в церковь ходить? Зачем я вообще буду как-то с ней сообщаться?» Дело в том, что для апостолов Иисуса церковь неразделима. И для самого Иисуса Иисуса церковь неразделима. Он говорит «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». Люди, которые принадлежат Иисусу, эта церковь есть. И апостол, когда он говорит о теле церкви, он говорит, как тело – это что-то связанное, это что-то единое, это что-то, к чему мы принадлежим. Это не куча песка, это не набор отдельно стоящих гордых одиночек. Это именно некое объединение, некое тело, некое сообщество людей. И мы знаем, что глава церкви, как здесь говорит апостол, Христос. Быть христианином значит принадлежать к церкви. И об этом апостол говорит и дальше во второй главе, но мы ее будем рассматривать в следующий раз. Продолжение следует...